Здравствуйте, в прямом эфире студия «Репортер» и я ее ведущий Константин Гречаны. Сегодня мы будем говорить о выборах в объединенных территориальных громадах. Выборы у нас всегда в обществе вызывают оживленный интерес даже среди тех людей, которые в принципе не ходят голосовать, а тем более выборы эти достаточно новые, как политический процесс, но это связано с тем, что в принципе объединенные территориальные громады, такое понятие появилось не так давно. И вот мы у вас сегодня спрашиваем, следили ли вы за ходом выборов в объединенных территориальных громадах. Если следили, звоните по номеру 784-8081, если не следили, по номеру 784-8082. В конце программы мы, как всегда, подведем итоги и, собственно, с нашими гостями определимся, вот насколько эти выборы вызывают оживленный интерес в обществе. В гостях у нас сегодня Михаил Шмушкович, глава городской организации, заместитель областной организации партии БПП «Солидарность». Здравствуйте. Добрый вечер. И Сергей Веселов, глава городской организации, также заместитель областной организации партии «Батьковщина». Добрый вечер. Добрый вечер. И по ходу эфира к нам присоединится Анатолий Бойко, руководитель областной организации комитета избирателей Украины. Анатолий предупредил, что он опоздает, и вот мы его ждем буквально минут через 5-7 после начала эфира. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, звоните по номеру 34-92-58. 34-92-58. Михаил, у меня первый вопрос к вам. Как вы оцениваете, в принципе, организацию этих выборов, если говорить об Одесской области, и как ваш штаб оценивает региональные результаты, которые получила ваша партия, ваши представители на этих выборах? Ну, региональные результаты у нас великолепные. Мы даже, на самом деле, не ожидали, что будет настолько все хорошо, по крайней мере, по целому ряду громад, с которых пришли выборы. И под этим громадом даже результат, где оно не идеально, на самом деле, мы тоже очень довольны этим результатом, поскольку, как бы, есть объективные причины. В некоторых районах наши организации слабы, и мы не ожидали от того, от них каких-то супервеликолепных результатов. А те результаты, которые показали, они были, даже в этих районах, были выше, чем которые были поставлены в качестве плана, и поэтому мы очень довольны. Что же касается общей оценки ситуации, насколько подготовлено, на самом деле, оно не может быть лучше подготовлено, и тут, к сожалению, вина даже не местных органов власти, которые отвечают за выборы, а законодателя. Там целый ряд вещей в законе прописан, таких, которые просто физически не позволяют привлечь более подготовленных людей на конкретные районы. Например, для того, чтобы участвовать в избирательных комиссиях по конкретному, в конкретной ОТГ, надо быть прописанным на территории ОТГ. То есть, допустим, и у нас, и у Батькивщины, есть достаточно немало людей, которые умеют проводить выборы, которые могли бы подсказать, но они физически, мы не можем их. А тот кадровый состав, который есть, это не касается от должностей, до просто обычных представителей, скажем так, назовем это аграрными районами Одесской области, но такой, как он есть, особенно на тех маленьких участках, где бывают иногда участки 18-20 избирателей, а комиссия там должна быть 6-8 человек. Сколько человек вы провели по последним данным? Ну, мы на сегодняшний день можем уверенно говорить о том, что из 11 громад, в которых проходили выборы в Одесской области, в двух победили представители Батькивщины, с чем я поздравляю, уважаемый Визави, в одном победил наш край, во всех остальных победили люди, которых поддерживала БПП «Солидарность», и мне очень приятно это видеть. И более того, мне будет приятно то, что они в ближайшее время станут членами партии, те из них, кто членами партии не являлся до выборов. Единственное, то есть у нас есть как бы ситуация, ну, то есть там, где мы проиграли, вот то, что я говорил, но все равно очень довольны результатом, это Березовка, потому что там фактически солидарность находится в оппозиции с момента проведения местных выборов, поскольку мэрия, там есть действительно популярный, известный мэр Валерий Гагараш, и на самом деле, я думаю, что не было ни одного человека в области, кто сомневался в его победе, я его, например, поздравлял еще в пятницу перед выборами, но нам удалось улучшить свои результаты в Березовке, мы взяли больше голосов, чем взяли на выборах 2015 года, что для правящей партии это достаточно приятно. То есть, поэтому я результатами выборов очень доволен, те огрехи, которые есть и будут. Ну, сейчас, понимаете, когда проходят местные выборы по всей области, мы, как жители города Одессы, в первую очередь обращаем на ситуацию, которая происходит в Одессе, ну и давайте говорить откровенно, то, что происходит в аграрных районах, особенно в небольших селах Одесской области, ну, у нас не вызывает большого интереса, ну, так я мягко очень скажу. А сейчас, когда выборы проходят только там, естественно, туда больше внимания, и те вещи, которые обычно там происходят, и ничего не вызывают никакого интереса, просто потому, что на общем фоне это там десятый приоритет. Сегодняшний день их рассматривают под микроскопом и говорится иногда, ой, ужас, что случилось, ну, а оно происходит там всегда. Это не говорит о том, что эти вещи не надо исправлять, безусловно, нужно исправлять, но это факт. Это не потому, что как бы эти выборы плохие, это всегда там такое происходит. Ну, мы еще вот поговорим по организации, давайте сейчас поговорим о тех результатах, которые мы имеем, да, вот, Сергей, как ваш штаб оценивает результат выборов по Одесской области, и как вы оцениваете, в принципе, вот эти выборы, само их проведение, да, организацию? Ну, у нас избиралось 270 депутатов в 11 громадах, в 9 громадах это были советы по 26 депутатов, в одной громаде Цебриковской 22 депутата, и в Лиманской, Тарбунарский район, 14 депутатов. Значит, выдвигалось 11 председателей этих громад, значит, из них 9 путем самовыдвижения, которые уже в конечном итоге победили, это 9 самовыдвижения и 2 Батькивщины. Батькивщина победила в Цебриково и победила в Березовке. И 154 депутата были выдвинуты от партий, от различных партий, и 114 депутатов это было самовыдвиженцем. Значит, Батькивщина получила 48 мандатов, и это явилось лучшим результатом по Одесской области, если считать в партийном исчислении. То есть это получается 31,6% добилась Батькивщина, если сравнивать по партиям. Давайте вот так, положа руку на сердце, все-таки навряд ли правомерно вот так считать, потому что многие самовыдвиженцы шли при поддержке других партий. Правильно? Опять-таки, я сейчас отвечу на этот вопрос сразу же, потому что тут самовыдвиженцы есть самовыдвиженцы. То есть мы говорим о том, что по партийным спискам. То есть как выдвигали партии своих кандидатов, как выдвигали партии на председателей объединенных территориальных громад, это есть партийная жизнь, это есть партийная наша деятельность. Поэтому партия, выдвигая своих кандидатов, получает результат. Мы считаем, допустим, по партийным, скажем так, результатам. То есть у нас партийный результат, я же говорю, что вот были выдвинуты из 270 268 кандидатов, из 268 кандидатов, которых выдвинули на территориальные громады Батькивщины, она получила 48 мандатов. То есть, в принципе, вы довольны результатом по Одесской области? Ну, мы ожидали немножко другого результата, потому что показали эти выборы очень большое количество фальсификаций, очень большого количества административного давления. Я не знаю, таких выборов тяжелых до настоящего момента я, честно говоря, не припомню. Сейчас вот, допустим, придет Анатолий Бойко, вот он расскажет о тех злоупотреблениях или тех негативных моментах, которые прослеживались на всех избирательных участках. Думаю, что будет нашему телезрителю понятно, что если мы будем дальше нашу страну таким образом развивать, то мы опять-таки столкнемся с той ситуацией, которая есть, и вот этой дальнейшей растущей пропастью между бедными и богатыми и нерешенностью очень большого количества проблем. Но, несмотря на это, вы получили определенный результат, достаточно-таки достойные. Мы достойные. Во-первых, мы получили, если по партийным спискам и по партийной принадлежности, мы получили первый результат в области. И еще раз повторю, из 154 депутатов, которые были выдвинуты от партий, 48 получила Батькивщина. Это 31,6%. На втором месте у нас идет аграрная партия, 32 мандата, и оппозиционный блок, 20 мандатов. Вот это вот три первых партии, которые получили мандаты свои. Михаил, вы хотели ответить? Я достаточно с улыбкой отношусь, как Сергей Робертыч ринглирует цифрами, но это его право. У них в партии Батькивщина есть свои рамки, в которых они работают. У нас не было задачи выдвигать именно партийных выборов, партийных депутатов. У нас партия президента. Мы рассчитываем, что те люди, которые прошли, и пройдут, и сформируют большинство, по крайней мере, в тех громадах, где победили наши, поддерживали нами председатели. То есть большинство из них, безусловно, станет членами солидарности. И более того, они сформируют большинство в этих громадах. Я надеюсь, что не повторится неприятная ситуация в Березовском районном совете, где сформирована была широкая коалиция Батькивщины и ОПО-блока. И мы сформируем совместно с Батькивщиной коалицию в Березовской громаде, что там не будет сформирована шишка. Но это, опять же, решать отдельно этот вопрос коллегам на месте. Что касается партийных выборов, то я все-таки считаю, что особенно, когда мы говорим о выборах в аграрных районах Одесской области, а даже если при всем уважении к Березовке и Квилково, которые являются городами, это все-таки больше аграрные районы Одесской области, партийность не имеет большого значения. Большое значение имеет все-таки уважение к тем людям. Хотя, безусловно, в тех городах, которые действительно были партийные списки, мы, естественно, выставляли партийные результаты. Результатами очень довольны. Я вам единственное могу сказать насчет Ширки. В Березовском районном совете есть просто принципиальный вопрос. В Березовском районном совете председатель от оппозиционного блока, а заместитель его от фракции Батькищина. И такая конфигурация произошла только именно благодаря совместному голосованию друг за другом. Это действительно факт. И я надеюсь, что этого не произойдет в объединенной громаде. Мне удивительно, что приводятся такие примеры, которые не соответствуют действительности. У нас примеры, допустим, в Ильичевском. Можем посмотреть, как люкс-торпеда работает в БПП и оппозиционный блок. То же самое в Кодуме и то же самое во многих районах. Мы об этом никак не говорим. Поэтому сейчас обвинение вот сейчас здесь, за этим столом, я думаю, что не совсем правильное. А что касается, опять-таки, заявления о манипулировании цифрами, я говорю о том, что есть на самом деле. Я говорю о том, что есть у нас 154 депутата, которые выданы от различных партий. А это партии, могу перечислить, это Вакивщина, Солидарность, Аграрная партия, Укроп, Самопомощь, Наш край, Ведрожжиня, Рухновых сил, Зажиття, Украинская морская партия и партия Сильная Украина. Кстати, партия Сильная Украина получила 5 мандатов в Вилковской объединенной территориальной громаде. Вот эти партии выгнули своих кандидатов. Вот это 154 депутата, которые получили мандаты от этих партий. Это не манипуляция, это есть то, что на самом деле. 114 — это у нас самовыдвиженцы, 114. Это тоже от этих же, могли и от этих же партий идти, могли и просто как члены громады и так далее. Поэтому это не манипуляция, это просто то, что есть на самом деле. Нет, манипуляция, я называю... Более того, из мэров городов, которые были выднуты партиями, это вот два человека, это мэр города Березовки и председатель территориальной громады Цебрикова, это были выднуты партией Бакивщина. Все остальные были самовыдвиженцы. Поэтому это не манипуляция, 9 человек — это то, что есть на самом деле. А кто их поддерживал, это уже вопрос второй. Допустим, в следующие выборы блок Петра Порошенко выдвинет депутатов всех, получит результат и будет говорить, что да, действительно, мы получили такой результат. А так, что мы поддерживали самовыдвиженцев, они получили результат, и мы этим довольны, ну, я срочался. Но это, кстати, не только применительно к БПП «Солидарность», что ли тоже ряд партий поддерживается. Нет, на самом деле у разных партий есть разная методика работы, и на самом деле я считал и считаю, что абсолютно правильно то, что мы делаем. Мы формируем, именно позволяем формировать тем людям, которые идут, и которым мы доверяем, широкую коалицию. Более того, в отдельных районах мы звали в эту коалицию «Батьковщину», но не сложилось. И мы сформировали тех людей, которые прошли, и которые пришли при нашей поддержке. И, собственно, доказательством то, что эти люди понимают о том, что их поддерживала солидарность, и в их победе она сыграла главную роль, будет заявление их в партию. Многие из них написали их до выборов по ряду причин, то есть некоторые выходили из тех партий, в которых они состояли, они просто физически не могли это сделать, ну, именно для того, чтобы сформировать коалицию. То есть в каждом конкретном случае была ситуация. Манипуляция, я называю то, что мы говорим о 31%, вот якобы, ну, чтобы «Батьковщина» взяла 31%, но забываем, что количество всего мест, которое разыгрывалось, было значительно больше. И поэтому говорить о том, что, ну, такой-то процент, ну, у меня это вызывает улыбку. На самом деле процент достаточно меньше. Если Сергей Робертович перемножит на то количество, которое было всего места, и на свой результат, он увидит, что цифра значительно меньше. Но, опять же, у каждого есть как бы своя цифра. Что касается города Черноморска, о котором, на самом деле, не Ильичевска, а Черноморска, города Ильичевска у нас уже нет, и Сергей Робертович это прекрасно знает, это было голосование целого ряда парламентских партий, в том числе и «Батьковщины», то я открыто говорил и говорю, что партийная организация, что в городе Черноморске, что Одесская областная не поддерживает и отказывается от тех людей, которые фактически обманули своих избирателей и создали в Черноморской коалиции, чего я не слышал о людях, которые работают в тандеме с оппозиционным блоком в Березовском районном совете. Применительно к общей цифре от количества избирателей, то 48 депутатских мандатов «Батьковщина» составляет 19%. Но все-таки уже не 31%, правда? Я еще раз говорю, повторяю, от партийных списков, если мы, допустим, говорим о партии, это 31,6%, если мы говорим от общего количества, это 19%. Сергей, смотрите, вы говорили, и ваш лидер вашей партии Юлия Тимошенко сегодня заявила о беспрецедентном использовании админресурса, о подкупах, фальсификациях, запугивании, давлении на кандидатов именно от партии «Батьковщина», но при этом, давайте откровенно говорить, не в базовом для «Батьковщины» регионе вы демонстрируете достаточно серьезный результат. Может, это все-таки больше политики в этих заявлениях? Мне очень трудно сейчас комментировать эту ситуацию. Вот сейчас придет независимый эксперт Анатолий Бойко, который со стороны видел, что происходило. И мы, собственно говоря, сможем услышать от уст независимого человека, который со стороны наблюдал за выборами. Мы наблюдали эту картину изнутри, поэтому мне очень, в присутствии уважаемого Михаила Владимировича, говорить о том, что происходило особенно в некоторых объединенных территориальных громадах, что зафиксировано на видео, что показано по средствам массовой информации, как осуществлялись агитации и все такое прочее. Поэтому давайте дождемся Анатолий, и он более аргументированно расскажет о том, как проходили эти выборы в этих громадах. Михаил, действительно многие жалуются на применение административного ресурса, то, что районные администрации, губернаторы в других регионах, главы райадминистрации, они агитировали за представителей вашей партии. Я не могу сказать за другие регионы, я там выборами не занимался, и это все-таки надо спрашивать тех людей, которые там находились. Я могу сказать, что в Одесской области по крайней мере в двух районах выборы проходили в зонах, где фактически хозяином ситуации был оппозиционный блок, причем это было годами, это было связано в том числе и со слабыми так называемыми губернаторами команды Михаила Саакашвили, которые умудрились полностью развалить систему управления и многое-многое другое. И из целого ряда районов мы велись именно выборы из оппозиции. Это было в Городнистовском районе, это было в Подольском районе, это было в Березовском районе, я могу перечислять этот список и так далее. Теперь, что касается ситуации о том, что вот какой ужас и так далее, то, что творилось, не творилось никогда. На самом деле, меня вызывает улыбку, я вот в начале выборов, я не хочу рассказывать, что я такой святой и не понимаю, каким образом происходит выбор, особенно, опять же, повторюсь, в Городных районах Одесской области, но у меня есть по этому поводу любимый анекдот. Бегут два человека и двое смотрят на них, ну смотри, там евреи, чеченцы, не имеет значения, бегут, так давай им дадим по шее. Да они крепкие, скорее, они нам. А нам-то за что? Вот это вот та ситуация, которая вот происходит, что в Одесской области, где я абсолютно уверен, это происходило и происходит, и, наверное, и будет происходить, к моему сожалению. И, видимо, нечто подобное происходит и в других районах нашей страны. Поэтому, опять же, не говорю, что выборы были идеальными, в каких идеальных выборах, особенно в аграрных районах, где соответствующий уровень и образования, и социального состояния людей, безусловно, он такой, какой он есть. И, в любом случае, любая партия пытается свои достижения, которые их представители на местах добиваются, в том числе и за счет бюджета, делать своей витриной, и мы это наблюдаем в Березовке. Это не хорошо, не плохо. Это данность. Тайские чего-то добились, и не имеет значения, кто голосовал за это решение, какие партии есть какая-то. Ну, то, что в Визените можно потрогать руками, фонтан, или парк, или какое-то благоустройство. Естественно, мэр любого города делает это своей визитной карточкой, и говорит, какой я молодец. Хотя это, на самом деле, может быть и не совсем законно, но это, в любом случае, применяется и будет применяться вне зависимости от того, от какой партии будет этот человек. Просто физически он, даже на своем ментальном уровне, всегда считает, что это его достижение. И где-то он прав, где-то он не прав. Давайте поговорим об избирательном законе, который был на этих местных выборах. Действительно ли он подходящий для выборов в объединенные территориальные громады? Как вы считаете? Ну, на самом деле, мне тяжело сказать, не бывает идеальных законов. К любому закону можно написать огромное количество замечаний, можно придумать миллион примеров, что вот это несправедливая ситуация. Я привык относиться к законам вот так, как они есть. Вот он есть, значит, надо его выполнять. Вот мы не стали вместе депутатами областного совета, хотя каких-то других вариантов закона, которые происходили в местные выборы, могли ими спокойно стать. Ну, вот так получилось. Мне приходилось объяснять некоторым кандидатам в депутатах, вот они не понимали, как они не стали депутатами. Вроде как бы процент хороший, первое место в каком-то районе, и даже больше, чем в партии. А не стал. Ну, вот такая вот система. Справедливая. Да и не любая система несправедливая. Но главное не мерить ее на себя. Но профессиональная однозначно справедливее, чем мажоритарная. Потому что, как минимум, она не лишает представительства потенциально половины избирателей фактически. Абсолютно с вами не согласен. Ну, в ответ я могу подложить, что мажоритарная система дает возможность людям, которые не хотят быть представителями какой-то либо партии, а просто быть на месте, участвовать. Ну, и все. И сразу ваш аргумент. Опять же. Но выборы, наверное, связаны с идеологией и партиями. Нельзя сравнивать теплое и мягкое. Понимаете? Законодатель разделил. В сельской местности, ну, то, что мы называем районами, там, где нет города, она происходит по мажоритарной системе. Там, где есть город, соответственно, сразу пропорциональная система. Чем отличается, ну, насколько отличается, допустим, Березовка, Вилково от каких-то других населенных пунктов, которые у нас от того же Авидиополя, который у нас, допустим, сейчас на выборах не участвовал, но который по закону не является городом. Ну, значит, когда-то законодатель таким образом этот вопрос слышал. Мы не придумываем с вами. Точно так же и система об открытых партийных списках, о которых очень много сейчас говорит, она тоже не идеальная. Там тоже есть огромное количество замечаний, я уже молчу о том, что систем открытых партийных списков есть, наверное, 50, а может и больше. Безусловно. И, кстати, вот в странах, которые окружают Украину, в основном Сергей. Что касается избирательной системы, то мы давайте оттолкнемся от того, как мы живем. Насколько эффективно работают наши законы, насколько эффективно работают наши депутаты и какие дивиденды они получают от своей мажоритарной системы. Что касается моего мнения, я его давно отстаиваю, еще с 2006 года, о том, что наиболее оптимальная система выборов для Украины является пропорциональная по закрытым спискам. Люди, наши избиратели, не должны знать своих депутатов, они должны знать партию, они должны знать программу партии, они должны знать лидера и они должны чувствовать на себе, становится им жить лучше или не становится им жить лучше. Если им становится жить хуже, значит, мы видим, какая была, допустим, ситуация в 2006 году, 2007 году и какая ситуация сейчас. Мы видим, как голосуют мажоритарные депутаты. Мы видим, какие законы мажоритарные депутаты принимают. Поэтому мы видим, как мажоритарные депутаты приезжают по кругам, раздают ранцы детям, устраивают им детские праздники и принимают законы, которые повышают тарифы, не повышают зарплаты, пенсии и так далее. Но мы точно так же помним, как продавались места в списках, когда они были закрыты, когда была преференциальная система закрытой. Места в списках, опять-таки, Украина идет по какими-то путями, вернее, шагами по пути становления демократии. Несмотря на то, что покупались места в списках, несет ответственность партия за решение, которое происходит здесь, несет ответственность партия, ее лидер и ее программа. Поэтому люди голосуют за партию или не голосуют за партию. Как, допустим, в Германии, во Франции и везде в других странах. В Великобритании. То есть несет ответственность партия и лидер. Поэтому даже если вы, допустим, купили, скажем так, это было в прошлом, я думаю, что в дальнейшем этого уже не будет. Но даже если вы купили, то вы не являетесь этим барином, который приезжает в свой округ и начинает раздавать ранцы этим детям, водить их куда-то и так далее. То есть люди должны почувствовать то, что они стали жить лучше или не стали жить лучше. Программа выполнилась или не выполнилась. Поэтому пропорциональная система по закрытым спискам, я думаю, что она наиболее приемлемая для Украины. И она работает во всех практически развитых странах Европы, в Соединенных Штатах Америки в том числе. Поэтому думаю, что мы должны прийти к этой системе для того, чтобы мы хотя бы вывали Украину из вот этих вот негативных моментов, которые вызываются покупкой голосов Верховной Раде мажоритарных депутатов. В Штатах она намного, скажем так, сложнее. Там фактически двухуровневая избирательная система. В самом деле, я еще раз подчеркну, нет идеальных систем. Я знаю прекрасно, вот говорят о мажоритарщиках, которые занимаются проблемами в округе, но голосуют как хотят. Я лично знал нескольких в свое время депутатов Одесского городского совета, которые избирались на мажоритарном округе. После этого на этом округе не появлялись ни разу. А в следующий раз шли на новый избирательный округ. То же самое это можно появить и партийным списком. На самом деле, все это зависит от конкретного депутата и, конечно, от конкретной партии, но в первую очередь все-таки от человека. Поэтому я еще раз подчеркну, нет идеальной системы. Все системы имеют и сильные, и слабые стороны. Я на самом деле за то, чтобы система все-таки была постоянной. Мне не нравится то, что у нас каждый раз под выборы система меняется. Вот это мне действительно не нравится. Я бы хотел, чтобы у нас система, условно говоря, хотя бы 10 лет не менялась. Это позволит и партиям подстраивать свою работу для того, чтобы достигать результатов мажоритарным кандидатам, если будет такая возможность. Не имеет значения, какой она будет. Но главное, чтобы они не узнавали за условно 3-4 месяца до выборов, как у нас однажды было, если не ошибаюсь, в 2010 году. Объединенные территориальные громады создали у нас фактически третий уровень местного самоуправления. И вот эти выборы, да, они все-таки вызвали определенный интерес. Честно говоря, удивительно для меня. Мне казалось, что он будет ниже. Об этом говорит и явка. Когда организация «Опора» опубликовала данные, более 48% – средний показатель тех людей, которые приняли участие в голосовании. Это для Украины достаточно высокий показатель. В чем ценность депутата? Во-первых, на местных выборах, как правило, у нас наибольшая явка как раз на парламентские выборы. Потому что люди понимают, что они хотят от президента, и люди понимают, что они хотят от местной власти, когда она избирается. С парламентом такой прямой связи, как правило, нет. Опять же, для кого-то есть, для кого-то нет. Как правило, эта связь есть для меньшего количества людей. И абсолютно неудивительно, если люди избирают тех людей, которые фактически будут отвечать за их быт в районе, особенно, если мы говорим, опять же подчеркну, об аграрных районах. А выборы, как правило, проходят в аграрных районах, просто хотя бы потому, что законодательство так прописано, что если к большому городу добавляются небольшие населенные пункты, то выборы вообще не проводятся. И, соответственно, явка выше в аграрных районах, опять же, традиционная явка выше, чем в городах. Поэтому вообще ничего удивительного не произошло. Что касается нынешней ситуации с объединенными территориальными громадами, то, как всегда, у нас делается через одно место. Но, опять-таки, я высказываю свою точку зрения. У нас нет конституции, не закреплена эта система. У нас есть только закон об объединенных территориальных громадах, и они не имеют, собственно говоря, никаких конституционных полномочий. объединенных территориальных громад. То есть мы поставили телегу впереди лошади. То есть мы сначала делаем громады, мы сначала натыкаемся на кучу всяких проблем и так далее. И решаем эти проблемы, героически сталкиваясь с этими очень тяжелыми ситуациями, в которые попадают эти громады, и пытаемся их каким-то образом решать. В цивилизованных странах происходит все не так. Например, той же Польши, которая очень быстро преодолела этот процесс. И мы видим, насколько она из советской системы перестроилась на нормальную демократическую страну цивилизованную европейскую. и мы только видим, как большинство украинцев убегает в эту уже созданную для нормальной жизни человека страну. Такую страну мы никак себе не можем придумать, потому что за каждым решением стоят чьи-то интересы. Вот, допустим, даже если взять ту же нарезку территориальных громад. Вот, ну, как можно, допустим, было создавать Маякскую громаду, Маякскую громаду в Беляевском районе, где был, скажем так, руководитель громады. По перспективному плану громада должна была объединяться с Мирным и с Теплодаром. Вместо этого появились чьи-то интересы, громаду объединили с Надлиманским, Авидиопольского района. И в конечном итоге добавили туда удобное Белгороднестровского района, от которого до Староказачьего 7 километров, а до Маяк там больше 17 километров и еще через границу. Вот теперь людям, которым там нужно будет получить какую-то справку, нужно ехать в Маяк через 17 километров, а не из 7 километров в Староказачье, хотя там была объединенная громада. Ну, об этом тоже много говорили, что действительно некоторые громады нарезались под избирательные округа, хотя это действительно не очень удобно людям. К нам присоединился Анатолий Бойко, я рад вас приветствовать, что вы хотя бы к подведению итогов успели. Расскажите, вот я знаю, ваша организация работала на выборах объединенных территориальных громад, какие результаты, скажем так, вашей работы, мониторинга выборов, насколько они были качественно организованы? Ну, понимаете, это очень абстрактный вопрос, что значит качественно организованы бардака. Если мы говорим о качестве организации, то бардака было достаточно много, в принципе, как и всегда, на выборах в районах. То есть материально-техническое обеспечение работы комиссии не к черту органы, местные органы власти, как всегда, не озаботились этим. Состав, качественный состав и уровень его мотивации избирательных комиссий оставляет желать много лучшего. То есть, как всегда, у нас не регулярная подготовленная армия, а народное ополчение собранное. Кто где мог, тот там и собрал, кто чем мог, тот тем и вооружил. И, соответственно, так они и работали. То есть у нас достаточно много нареканий на работу избирательных комиссий. Ну, кандидаты, что имели, с тем и шли, других у нас нет. Соответственно, уровень организации избирательного процесса, я бы не сказал, что он как-то существенно отличался. Я бы сказал, что уровень напряженности избирательного процесса по сравнению с прошлыми выборами в аналогичные новые громады в Одесской области, он вырос. То есть в прошлом году, по моим субъективным ощущениям, выборы прошли более спокойно в этом году. Было больше нарушений. Я имею в виду в течение всей избирательной кампании, конечно, оно в определенной степени спроецировалось и на день выборов. То есть было больше напряженности, больше борьбы, больше нарушений, больше каких-то не совсем честных приемов. А чем вы это связываете? Вот с обострением политической ситуации в стране или вот… Нет, я это связываю… Мне кажется, что тут несколько факторов. С одной стороны, больше стало понимание, что такое объединенная громада и за что бороться. То есть, может быть, в прошлом году еще не настолько верили, не настолько понимали, да, политические игроки. С другой стороны, непосредственно и уровень громад несколько другой, да. Если в прошлом году это Коноплянка, Затише, Ширяево, то в этом году это Шаба, Вилково, Куяльник, Маяки. Кстати, вот с Маяками… Вот вы говорите по Маякам, да. То есть речь идет о 17 километрах, да. А я говорю о том, что у кого-то теперь граница под контролем. То есть у кого-то граница под контролем. С одной стороны, Маяки, с другой стороны, удобная. То есть въехали, выехали. Ну, это очень интересная громада получается с точки зрения еще доли контрабанды в экономических отношениях в нашей области. Это очень интересная громада получается. И не просто так… То есть вопрос тут даже не в том, как вы сказали, что под кого-то нарезались округа. То есть тут, скорее всего, интересы даже не каких-то… Это не я сказал, это… Не, ну да, да, да. Это я могу сказать. То есть не рядовых каких-то, а это граница у кого-то теперь в руках. В самом деле так получилось. Ну, это было до этих выборов. По выборах в объединенные громады, это было на этих выборах. Я думаю, что это будет и на следующих выборах. Мы идем к административной реформе. Идем к ней очень сложным путем. Давайте называть вещи своими именами. Ситуация, когда у нас одними и теми же возможностями Беляевский район и Николаевский или Окнянский район, ну, оно все вызывает улыбку. И рано или поздно с этим надо было что-либо делать. Все попытки провести административную реформу, именно вот так, как ГЦГ Роботовича быстро и четко, наталкивались на массовые акции народного неповиновения, народное возмущение. И, собственно говоря, ну, не является большим секретом, что объединенные территориальные громады рано или поздно приведут к изменению вообще административно-территориального устройства страны в целом. А если говорить о том, что, почему, как, ну, что такое происходит, а, безусловно, вот тут я с вами абсолютно согласен, это было, вот я повторюсь, что в Балтии, что в Великой Михайловке, что в целом ради других объединенных громад, которые происходили до этого, громады формируются под конкретную личность, которая сможет каким-либо образом, дай бог, чтобы уговорами, а не угрозами, убедить близлежащие районы объединяться, поскольку уже все увидели, что изменение бюджета для объединенных территориальных громад они находятся в лучшем ситуации, чем другие населенные пункты, идет процесс стимулирования. То же самое вот в той же Березовской громаде, но что фактически изменилось? В Березовке добавился маленький сельский совет, который находился фактически под Березовкой, но, тем не менее, полномочия изменились. Точно так же, как это в Маяках произошло под конкретного человека, точно так же в Березовке это произошло под конкретного человека, и я абсолютно убежден, что абсолютно другое дело, что человек рассчитывал, что он в результате получил выборов, но на то у нас и демократия, у нас очень часто такие вещи не совпадают, что кто-то там от себя рисовал громаду, а в результате оказалось, что избиратели выбрали кого-то другого. Такое у нас тоже, к счастью, подчеркну, происходит. Но все-таки те громады, которые формируются, поскольку у нас принцип добровольности на сегодняшний день он главный и он соблюдается, по крайней мере, я не слышал о том, чтобы где-то кого-то именно вот так вот через колено ломали, по крайней мере, прямых доказательств этого нет, то, опять же, человеческий фактор, он играет и будет в ближайшее время играть ведущую роль. Анатолий, по вашему мнению, правильный ли вот этот подход, когда начинают административно-территориальную реформу с объединенных громад? Или, возможно, обратным путем нужно было пойти? Нет, Константин, я даже вам по-другому скажу. Речь не об административно-территориальной реформе как таковой, а речь вообще о попытке спасти село и реанимировать село, потому что до начала этой реформы все села находились на иждивении государства. То есть налоги из всех сел собирались шли в Киев, дальше спускались ручейками через областной бюджет, через районные бюджеты, уже до села. Туда где это нужно? Ну да, очень дозировано. То есть село постоянно стояло с протянутой рукой у района. Дайте! Потому что своих денег село не имело, потому что свои деньги село отдавало в виде налогов. Это с одной стороны. То есть, соответственно, села... Но государство не может постоянно тянуть на себя села. Но, соответственно, это запускало те процессы, что села были не заинтересованы развиваться, не заинтересованы зарабатывать. Соответственно, государство чем дальше, тем больше села отдавало, больше отдавало, чем получало. И ситуация эта не могла развиваться бесконечно. То есть села надо было как-то стимулировать. Но стимулировать просто уговорами невозможно. Соответственно, было принято решение проведить реформы децентрализации, но суть реформы децентрализации состоит в том, что государство отдает ресурсы и полномочия на места сверху вниз от органов центральной власти к органам местного управления и так далее. Но нельзя дать полномочия тому, кто не способен их нести. Если село собирает налогов недостаточно для того, чтобы задержать элементарно свой сельский совет, то что ему можно отдать? Вот поэтому возникло объединение громад, чтобы в громаде было минимальное количество людей, налогов которых, подоходных, хватает хотя бы для содержания административного аппарата этого села. А уже в довесок до этого государство дает акциз, государство дает другие налоги. То есть поэтому речь идет, поэтому невозможно было по-другому пойти на самом деле. То, что необходимо было для этого сначала возможно провести в порядок инфраструктуру, когда создается ОСББ, город должен отремонтировать здание, которое ОСББ получает, то есть не получает спустовое. То, что нужно было возможно подготовить лучше нормативную базу, которая готовит колес, то, что нужно было провести лучше информационную кампанию, которая была провалена. Это все да, я со всем этим согласен. Но сама логика реформы, она вряд ли могла быть другая. Я хочу, кстати, напомнить, что Польша, Швеция намного больше, намного более долгий период реализовывали аналогичные реформы. Швеция, по-моему, там на десятилетия шел счет. И в любом случае все равно какое-то количество громад не объединилось добровольно, их потом объединяли административно. Потому что не всегда, я тут с Михаилом согласен, что суть объединения сейчас, это когда находятся либо несколько лидеров, которые готовы договориться, объединиться, либо находится один, который их вокруг себя объединяет. Но все равно есть конфигурации, когда люди не договариваются. Нам уже нужно подводить итоги, я прошу прощения, мы и так время исчерпали. Я попрошу режиссера студии сообщить мне результаты. 56% нас достаточно много смотрят в городе Одессы, 56% следили за выборами в объединенные территориальные громады. Я могу сказать, что в ограниченном кругу друзей, знакомых моих лично тоже интересовали, а победила ли та партия, которую человек поддерживает. О чем это говорит? Интерес, именно достаточно высокий, интерес к выборам в территориальных громадах, объединенных. Сергей? Одна маленькая ремарочка по предыдущему этому вот. Я думаю, что не совсем так, как сказал Анатолий, на самом деле происходит. Это как должно быть, а на самом деле происходит совсем по-другому. Наша ситуация, связанная с объединением территориальных громад, наоборот, приводит к уничтожению сел. И, допустим, там вот кто-то захочет поинтересоваться, как это происходит. Можно поехать в Балту, посмотреть, как там самые дальние села умирают потихонечку. А центр Балтии, который находится, он постоянно растет, разрастается, укрупняется, там появляется куча чиновников и так далее и тому подобное. Взять, допустим, ту же Подольскую, Верико-Яльнивскую громаду, мы тоже видим, что там 18 сельсоветов объединились, как они будут управлять. Причем Котовск остался жив. Я понял вашу мысль, давайте все-таки об интересе к выборам. Интерес к выборам, ну, замечательно, что люди интересуются политической жизнью. Я могу сказать только лишь одно, что если чем больше люди будут интересоваться, еще важнее, чем больше будет интересоваться наша молодежь и принимать части в выборах, именно так, как она это видит, я думаю, что мы быстрее изменим страну, чем голосуют бабушки за гречку и за какие-то материальные блага. Михаил. Ну, я все-таки немножко понежу Сергея Робертовича. Я на самом деле считаю, что те населенные пункты, которые умирают, они все-таки, это естественный путь, и какое-то количество их действительно умрет. И, к сожалению, это правильно, потому что это естественный процесс. Но не может в селе, в котором уже проживает, который даже называется сельсоветом, ну, физически 100 человек, содержать 10-15 человек административного аппарата сельского совета. Совсем не так. А теперь, что касается того, что говорили по поводу того интереса к выборам, я все-таки не совсем с вами согласен. Все-таки этот эфир смотрят люди, которые с большей, скажем так, активностью. Я не думаю, что 56% вас смотрят не только в городе Одессе, но в основном в городе Одессе. Все-таки следило, именно подробно следило за тем, что происходит в местных громадах. Это все-таки больше интересовало именно вот эти регионы, но интересовало очень сильно. А поскольку эти выборы затрагивали, у нас еще никогда не было такого количества выборов одновременно, то есть в 11 объединенных громадах, именно с этим я связываю вот эти цифры. И это тот интерес, который ссылаетесь вы. Тоже буквально секундочку, я говорю, что развитие сельского хозяйства, тех сел, которые умирают, может только лишь за счет развития фермерских хозяйств и стимулирования государства этих фермерских хозяйств. Тогда оно будет из села развиваться. Мы обязательно на эту тему еще поговорим. Мы поговорим, соберем все в этой студии и немножко все-таки отходим от темы выборов. Я просто добавлю, что, к сожалению, у нас каждый пытается вывернуть под себя существующие нормы. Поэтому действительно у нас получается в ряде случаев громады, которые объективно не совсем органично сформированы. Я тут соглашусь, слишком большая громада тоже плохо, потому что это несет все-таки угрозу для периферийных населенных пунктов. Но, опять же, это покажет время. А если мы говорим о выборах, то я бы тут несколько предостерег от такой прямой экстраполяции результаты партии, на заинтересованности людей. Я скажу так, что скорее на вот этих выборах люди голосовали за людей, а политические партии были скорее сами заинтересованы привлечь под свои знамена каких-то проходных местных лидеров. И вот тот результат, который мы имеем, это не результат чисто партии и их лидеров киевских. Это результат определенного союза местных каких-то лидеров общественного мнения, просто активистов и так далее, политических лидеров, которые стали под знамена тех или иных партий. Ну, за исключением тех случаев, когда, допустим, да, этот человек, постоянный партийный функционер, много лет, и, ну, он с этой партии, условно говоря, уже не первый год. Я вас благодарю за интересную дискуссию, за интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо вам. Да, до свидания. Я напомню, что у нас в гостях были Анатолий Бойко, глава регионального отделения Комитета избирателей Украины, Михаил Шмушкович, глава городской организации партии Блок Петра Порошенко «Солидарность» и Сергей Веселов, глава городской организации партии «Баткевщина». Студию провел Константин Гречаны. Мы работали в прямом эфире. Оставайтесь на репортере.